А вот и драм-театр. Суки, тут же ж люди были. А потом такой хлопок, мы забежали в одну комнату, а потом следующий хлопок был, был жуткий удар, все было в тумане просто, мы друг друга не видели. А потом муж поднялся, говорит, сидите. Муж поднялся посмотреть, что произошло. Он заходит, и у него началась истерика. Он говорит, везде трупы. Живых людей не было, понимаете. Но завалы до сих пор, вот мы смотрим ролики, до сих пор завалы лежат. Под завалами люди. Их просто никто, их просто, и я не думаю, что их кто-то откапывал. Я думаю, что это просто одна большая такая. Во-первых, погибли люди, которые находились на верхних этажах, которые прятались, атакуют подальше, они вот в лоджиях наверху, вот на втором, третьем этаже, они там спали, существовали там. Когда попала ракета, их, наверное, мгновенно убило. А дальше просто все здание, оно посыпалось на полевую кухню, где тоже очень много людей находилось. Когда вокруг тебя кто-то отца кричит, тут там Ваню, Вову, женщину уводят под руки, она уже кричит, я не хочу жить. Зачем мне жить, если вся семья погибла? Я знаю, что Морилполь отстроят, да, и все будет хорошо, но людей же это не вернет, которые там погибли. И не только в театре, они везде погибали. Морилполь